Хоба! Привет, с вами доктор Влад, и я хочу продолжить тему. Очень всем понравилась тема насчёт того, стоит ли детей в садик отправлять. Тут такие чудесные, чудеса-то я бы сказал, комментарии были насчёт этого. Вообще я тащусь тут. Одна мама вдруг взяла и заявила, что в древности садиков не было. Я боюсь себе представить, сколько ей лет, потому что я уже для многих древний, да. В моём бытной садике были всегда. Да, вот что она-то помнит. Вообще эта мама очень вообще интересная. Вот, как она себя позиционирует, еврейская мама. Ну что же, еврейская мама. Вот тут она ещё говорит про психологов, да, что... А вот, мой совет, кому-то тут она совет даёт. Мой совет, идите к психологу, это современный раввин. Вот, я обалдел, а что, раввинов уже упразднили, да? Уже не придёшь, не скажешь о ребе, а что мне делать? Вот, очень много интересных комментариев с ума сойти. Вот, ещё тут один комментарий. Значит, мужчина пишет, что для ребёнка... Вот, садик, ясли, это самое большое извращение, которое придумали для детей. Ребёнку нужно дать три вещи. Художественная школа, музыкальная школа, первый спортивный разряд. А дальше, когда он вырастет, он сможет адаптироваться в любой среде, освоить любую профессию и скажет вам спасибо. Вот. Ну, я ему написал, что кто в профессии, что так безапелляционно суете о том, что нужно ребёнку. Он мне отвечает, мужчина, Евгений, а что тогда нужно ребёнку? Умеете играть на гитаре, петь, пишете стихи, занимаетесь спортом. А если это убрать, что останется? Евгений, меня когда-то отправляли в музыкальную школу, значит, на баяне меня учили играть. Полгода я продержался с плаком, с плачем, с рёвом из-под палки, и потом я ушёл. Вот если вы считаете, что это нужно, да, ребёнку, а ребёнка этого не считает, и что вы будете вот так его из-под палки выбивать из него первый спортивный разряд, художественную школу и музыкальную школу, да бросьте, это всё решается в семье. Если есть возможности, это всё денег стоит. Если есть возможности, если есть наклонности какие-то, да, то можно, конечно, отдать. А вот так ребёнка загружать, чтобы он вечером валился бездыханный, я не сторонник. Это вы отнимаете у детей детства. Вот о чём я хотел поговорить ещё. Вот в семье отец, да, кому он больше нужен, мальчику или девочке? Вот странный, казалось бы, вопрос. Ну, раз отец, значит, мальчику, да, потому что мальчик без отца будет такой весь обласканный мамой и бабушкой, весь такой сопливый, беззащитный, да. Ну, правильно, вообще-то, да. Ну, а девочки? Вот, ребята, девочке отец нужен нисколько, не меньше. Больше того, я вам скажу, что девочки очень часто выбирают себе в мужья того человека, который напоминает её отца, которому было 30 лет. Вы поняли, да? Вот девочке там сколько-то лет, она запомнила своего отца 30-летнего, и потом она мужа себя ищет похожего на её отца в 30-летнем возрасте. Дело в том, что девочка будущая жена, да, мать, это ладно, вот будущая жена, она будет жить с мужчиной, и она должна иметь опыт обращения с дикими зверями, да, с мужчинами. Понимаете, мужчины эти, они кашляют, от них как-то пахнет по-особому, да, у них вечно какие-то носки валяются, они там гагают, что-то в этом роде, понимаете, да. Вот, она должна вот это вот всё усваивать. И когда у девочки есть нормальный отец, она потом и женой становится ей легче. Легче приспособиться вот к этому существу, которое вдруг стало её мужем. Вот что я хотел сказать, в принципе, очень коротенько. Вот, но всё-таки ролик я решил записать. И очень-очень много, я вообще поразился насчёт телевизоров, как, оказывается, эта тема всех тоже задевает. И насчёт телевизоров, и насчёт сидения дома, садика и так далее. Вот, ну, ребята, вот это вам спасибо, это вы мне подсказываете вот эти вот темы, да. Вот, а я их уже излагаю, а потом мы всё вместе, значит, это дело обсуждаем. Ну, и приходим к какому-то, может быть, кто-то придёт к какому-то решению. Я на это очень надеюсь. Всего хорошего. С вами был доктор Влад.